Даже если он там себе, не знаю, сиськи сделает, я его не перестану уважать. Ваня, скажи мне, я тебя Ваня назвал? Пил, бил. Неудачно. Почему девочки так рано выходят замуж, чтобы пожить год-два и понять, что не мой человек и расходиться? Я вот здесь, секунда мне остается, я понимаю, что я в таком состоянии, что меня сейчас отключат. И я помню, господи, пожалуйста, я все поняла, и он меня отпускает. Идеальный мужчина в твоем понимании, что у него должно быть. Друзья, всем привет, мы снова начинаем. Мы выходим по чуть-чуть с карантина. Сегодня уже конец мая, поэтому мы снимаем после карантина, без масок мы. Будем потихонечку входить в ритм и вас, надеюсь, срадовать, а не печалить. Сегодня, после такого тайм-аута, у нас будет необычный гость. У нас будет гость, который не относится, скорее всего, я даже уверен, к футболисту. Это первый гость, который будет в формате не футболист, а либо это будет судья, либо это будет администратор, либо это будет какой-то создатель турниров, либо какой-то еще специально приглашенный гость. В нашем случае сегодня у меня в гостях будет журналист, который прошел какой-то свой путь в аматорском нашем футболе, о чем она, надеюсь, сегодня расскажет. Это Саша Ковальчук. Привет! Привет! Попробуем сегодня пообщаться с Сашей не совсем в стандартном нашем формате, но уверен, что это будет не менее интересно. Думаю, что будет намного интереснее, чем было раньше. Саша, наш формат, я думаю, плюс-минус, ты знаешь. Начинаем мы с разминки. Это, я не знаю, если у тебя... Ты увлекаешься большим футболом? Намного меньше, чем футзал. Ну, я так понимаю, ты знаешь Месси и Рональду? Конечно. Больше никого? Не знаю. Еще знаешь? Да. Тогда у нас есть шансы разминку провести нормально. Есть команда, за которой ты болеешь? Динамо Киев. Кто тебе привил любовь эту? С детства. Не помню, кто привил. Я помню свой первый поход на матч. Мне было лет 8. Мне тогда мама была второй раз еще не замужем. И это кто-то из друзей ее позвал на сборную, матч сборной Украины. Я не знаю, не помню, с кем она играла. Но суть в том, что меня обвешали флагом, меня раскрасили, дали дудку. И я вот с тех пор помню, как меня захватило вот этот все масштаб стадиона, этот гимн. И вот с тех пор у меня оно где-то в сердце заложилось. И все. И после этого уже я возобновила, так скажем, эту любовь в студенческие годы. Я начала ходить на матчи Динамо Киев. Я не пропускала ничего. У меня не было единомышленников. Все парни, с которыми я встречалась, они не любили футбол, как назло. С каждой стипендии я получала, откладывала определенную сумму. Ходила на стадион Лобановского и в кассе покупала себе билет на ближайший домашний матч. Вот. И ходила сама по ночам. Обманывала маму, что он начинается, допустим, в 7 или 8 часов, а он начинался в 10, да, там, с бешикташем, допустим, игра. И я гуляла там возле, ну, в Мариинский парк, все, и ходила, ходила, ходила. Вот так вот сама себе, там, любовь в себе взрастила к Динамо. А сейчас ходишь? Сейчас намного реже уже, потому что вот с тех пор, как уже футзал начался, то, ну, и мини-футбол, да, то, ну, на второй план отошло в плане посещений, но в плане телевизора, да, я смотрю всегда матчи. Угу. Любимый игрок твой? Ярмаленка. Ну, вообще-то Ковальчук Сергей. Ну, вот так и то ярмаленка. Почему? Ну, во-первых, потому что, когда я в те же годы в юношеские ходила на стадион, он тогда только появился, и он сразу же там засиял. Вот, я так краешком глаза на него посматривала. Мне очень нравилась его манера игры, это как раз вот был тот состав, который я застала, там, это был тогда и Милевский. То есть они все были в куче, вот, знаешь, молодые, амбициозные, такие классные, еще никто не окажет, не был. Ну, причем, было все круто, без пафоса. И я вот помню, как он вот так пробегает. И мне он не только внешне нравился, он мне нравился своей какой-то внутренней такой вот энергетикой, какой-то такой энтузиастом там был. Вот сейчас он уже, конечно, мы без цензуры, он просрал просто это. А сейчас уже этого нету. Но он также мой любимый футболист. Патриотично. Не Месси, не Рональдо, Ермоленко. Да ну, это все такое. А как ты относишься вот как девушка к Рональду? Ну, ты же знаешь, кому-то он это секс-символ, а кому-то это девочка, которая вот везде все понаделала, ботексы, шмотексы, я не знаю. О, Боже. Ну, мне он внешне никогда не нравился. Нет? Нет, вот как раз тот период, когда появилась только вот эта тема вся с Рональдом, когда он только появился, я еще и в школе тогда была. Это где-то 8-9 класс мой. И девчонки все там кипятком просто, Рональдо, все. А я вообще как-то была хладнокровна, хотя с пацанами я обсуждала футбол все матчи, а девочки просто его внешность. И я на данный момент, я очень уважаю этого футболиста, он реально трудяга, он молодец, огромный. И я никогда не сушу по внешности. То есть, ну, мне все равно. Я не знаю, ботекс, не ботекс, но этот человек, который сделал себя сам, и который прославил себя, свою страну, свой клуб, и вообще, ну, огромный молодец. Поэтому даже если он там себе, не знаю, сиськи сделает, я его не перестану уважать. Будем надеяться, что он не сделает сиськи, потому что это будет как-то не так. Как ты относишься к женскому футболу? Отлично. Отлично отношусь. Я очень надеюсь, что у нас со временем женский футбол уже будет нормально развиваться, и мы будем девчонок тоже там ходить. Ты считаешь, что девочка должна играть в футбол? Она никому ничего не должна, но если она хочет, она может. Хорошо, хорошо. Так, Саша, у нас жеребёвка. Мы все сегодня упростили. Вообще у нас будет теперь чуть по-другому. Не будет у нас уже формата, который будет в прессинге у нас интервью или нет. У нас постоянно будет теперь в прессинге в нашем стиле. А жеребёвка у нас будет символично. Это будет определяться тот, кто будет задавать вопрос на конкурс. Выбирай, двоечка у нас или герб? Герб. У нас двоечка, как обычно. Всегда в последнее время я. Поэтому вопрос задаю на конкурс. Сегодня я. Окей. Ты с Киева? Да. Где ты родилась? В Киеве. Но роддома не помню. На Виноградаре роддом. Я родилась там, выросла на Куренёвке. Это, можно сказать, Минский, Массиев, Тире, там площадь Севченко, вот в тех краях. Потом в 10 лет или в 12 мама вышла второй раз замуж. И мы переехали на Виноградаре. Там уже прошло моё, так скажем, созревание. Вот. И там же оттуда в институт я ездила практически весь. То есть я такая. Безноградарская. Везде потаскала немножко. Ваня, скажи мне... Я тебя Ваня назвал? Ваня, а скажи мне, как так получилось, что ты не Ваня? Блин, так и знала. Ну, так как-то получилось, что я... Ну, из самого начала как бы все хотели очень дочь. Давай объясним нашим зрителям. Ну, я должна была родиться мальчиком. Ну, так вышло, что я вышла из утробы матери девушкой. Вот. И об этом узнали уже по факту. Ну, то есть, да, изначально хотели все девочку. А потом где-то уже, когда начало уже плод, там нормально все было видно, то сказали, что пацан. Хотя все бабушки, дедушки, родители, тети, дяди, все хотели именно вот девочку. Ну, Ванька, значит, будет. Ну, будет Ванька, значит, что делать. То есть, ждали мальчика, родители уже придумали имя Ваня. Да, да. А тут добрый вечер, Саша. Да. Сережа рад, что ты не Ваня. Да. Это хорошо же, Сережа рад. Муж Саши. Хорошо, Вань, Саш, ты... Как ты в школе себя вела? Бойцом. Я так думаю, что у тебя характер такой, да? Не девичий. Девичий. Босячка такая. Ну, я была очень контрастным ребенком, на самом деле. Мои вот эти все борцовские качества, они подавлялись. И я в школе была очень, ну, подавленная. Я была очень... Особенно это касается уже средней школы, да, вот до, там, старших классов. Я была такая серая мышка, я была очень закомплексованная, мне было всегда за себя стыдно. На какие-то свои инициативы я никогда не получала ответа ни от одноклассников, ни от учителей. И это еще больше меня стыдило. Да, я вот себя стеснялась очень. Я всегда ходила в форме, с хвостиком. Надо мной смеялись одноклассницы, что ты вот не нарушаешь форму. Ну, как так? Вот, и это было очень долго. Но внутри бушевало, очень бушевало. Но из-за того, что я все-таки придерживалась каких-то, ну, вот принципов, что, как бы, школа, надо сходить в форме. Я нехорошо училась, не могу сказать, что там блестяще. Нет, были свои плюсы, свои минусы. То есть я гуманитария, да, была нормально, хорошо заходила. А вот там математика, физика заходила очень плохо, тяжело. И делались акценты именно на том, что у меня плохо получается, а не на том, что получается хорошо. Поэтому это еще больше меня загоняло вот в это вот состояние стыда. И потом уже я, ну, скажем так, вот в лето каникулы между 10 и 11 классом я уже созрела, как девушка. Похорошела немножко. И в 11 класс я уже пришла такая, как трэба. И уже за меня ребята, ну, а кто ее выведет на линейку? Так, давай я, нет, давай я. Ну, то есть начались вот эти все вещи. Я уже почувствовала себя привлекательной, я уже почувствовала себя, что я не тупая. Что я не Ваня, что я Саша все-таки. Нет, ну Ваню я себя никогда не чувствовала там мальчиком, да. Но, ну, комфортно мне всегда было с ребятами, всегда мне было. Я очень к ним тянулась вот в дружеском плане, но меня отвергали вот реально до 11 класса, меня отвергали все. Потому что я вот была очень такая, ну, все говорили, что я слишком правильная, слишком принципиальная. То есть я там, ну, издеваться над какой-то девочкой, я за нее заступаюсь, получаю тоже по голове. Ну, то есть стандартная история, да, вот за меня никогда никто не заступался. Ну, такая вот, одна из историй. После школы какие у тебя были планы? После школы я хотела поступать на режиссуру в Карпенко-Карова, но я не пошла. Потому что мне родители сказали, что это не профессия, и куда ты потом пойдешь работать и так далее. Поэтому я решила идти на туризм. Я сдала ЗНО, хорошо сдала очень ЗНО, удивительно для себя. И решила подавать в разное направление. Думаю, где пройду на бюджет, туда и пройду. Я прошла везде на бюджет, кроме туризма в Шевченко. То есть это вот то место, где я хотела вот прям учиться, уже ладно, хорошо, буду туризм учить. Но я везде прохожу. Я прохожу на исторический в Шевченко на бюджет. Я прохожу в Ньяс везде на бюджет. Я прохожу в Поплавского. Я везде прохожу в НАУ, но я вот именно там, где я хочу. Я на контракт. Мам говорит, ну все, давай тогда будем платить, ну раз ты так хочешь. И мы уже по пути домой, нам надо было сделать первый внос. И я уже почти потом говорю, мам, не, наверное, знаешь, я, наверное, все-таки буду бесплатно учиться, сейчас выберу что-то. И я выбрала авиационный и пошла на международный бизнес учиться на экономиста. То есть сама себе вынесла приговор. А кто родители у тебя? Родители у меня, ну мама сейчас у меня была. Была, когда вот они тебе советовали. Боже, а кем же они работали тогда? Не в этой сфере, куда они тебе посоветовали пойти? Ну мама вообще по образованию, она связана, ну что технологии какие-то по тканям, короче, что-то такое. Не с этим. Легкая промышленность, да. Папа, папа нет. Тут я именно вот когда говорю родители, я подразумеваю маму и отчима, потому что я с ней выросла. Но папа это для меня отдельная любовная тема, поэтому я его буду отделять, он не входит. Папа это для меня, папа, папа-друг. Он не советовал ничего? Папа никогда мне не советовал, папа всегда принимал мой выбор. В отчим тогда работал инженером-технологом на какой-то очень крупной компанией американская. Занимался, по-моему, там что с нефтью было связано. В общем, да, то есть направление было такое, что как бы нужно идти на специализацию, которая будет универсальная и везде тебе в жизни может пригодиться. Ты закончила. Да. И кем ты стала официально? По диплому. Официально по диплому я специалист из овнешней экономической идеальности и экономист-порекладач с английской умолки. Не буду сейчас спрашивать, говоришь ли ты по-английски. А кем ты пошла работать? Первая моя самая работа была, я еще тогда училась. Я начала работать во время учебы. То есть у меня была очная форма обучения, но я работала, потому что хотела не зависеть финансово, чтобы свои денежки были. Я сначала пошла работать в пуму, продавала спортивную одежду в скаймоле. Он тогда только открылся, и мне с виноградаря была прямая маршрутка. В общем, я в свои выходные, я работала по 12 часов. А потом я пошла работать в такси оператором в ночные смены. Потом через полгода стала старшей сменой среди таких вот теток, заядлых таких, знаешь, операторов. Я стала лучшей, лучшей. Вот, и все. И потом уже, потом я уволилась, у меня был первый неудачный брак. Короче. Ну-го, так у тебя все быстро, интенсивно было. У меня очень интенсивная жизнь. А что неудачного было? Пил, бил. Неудачно. А долго? Да, почти 3 года мы были вместе. В браке мы не дотянули до года. До года не дотянули? Не дотянули. А сколько тебе лет было? По-моему, я в 16-м вышла первый раз замуж. Это тебе сколько было лет? 18? Нет. 14? Да ну нет. Где-то 23. Скажи мне. Мне эта тема, кстати, интересна. Сейчас мы ее затронем. Почему девочки так рано выходят замуж, чтобы пожить год-два и понять, что не мой человек и расходиться? Ну смотри, у каждого свои мотивы. Во-первых, тут по-любому действует правило, что девочки хотят поскорее вырваться из гнезда и почувствовать себя независимым. Они видят в мужчинах поддержку, опору, заботу. Если он старше, как в моем случае было, он был старше на 13 лет, я увидела защиту. То есть, опять-таки, все проблемы родом из детства. Вот рядом со мной не было папы. И именно в папе я всегда видела защиту, которую я не видела у себя дома. Несмотря на то, что все было хорошо дома, но мне не хватало родного отца. И вот в образе взрослого, опытного мужчины я увидела какую-то заботу, защищенность и пошла за ним. Но многие девочки просто элементарно не могут сразу определить… Я просто не хочу сейчас вникать в глубины психотерапии, потому что я очень сильно этим интересуюсь. И не буду сейчас рассказывать, как формируется невроз и невротические отношения, абьюз и газлайтинг. Поэтому я скажу так, что просто есть определенный сценарий в детстве, он вырабатывается, и потом девушка не может не пойти по определенной дороге. Девушка сама выбирает для себя тех людей, которые ей не подходят. И когда она уже формируется как личность, когда у нее есть какой-то опыт, когда у нее уже она понимает, что… Либо понимает, либо не понимает. То есть если не понимает, то она остается жить с таким человеком в роли жертвы, рожает там детей, страдает от побоев, запоев и так далее. А если она понимает, то она уходит и потом понимает, что опять-таки, как в моем случае было, что мне нужен партнер, который просто будет наравне со мной и не будет ничего требовать, просить, а просто будет принимать на меня такой, какая есть. И что я сама себе защита, я сама себе опора, и мне не надо какой-то образ чего-либо. Вот так. А почему ты поспешила? Я не поспешила. А сколько вы встречались до свадьбы? Ну, два года. А, встречались. И два года было все нормально? Нет. В том-то и дело, что эти отношения, они вот засасывают настолько, что ты не можешь из этого выбраться. То есть психологическое насилие, когда начинается, а ты еще юная, неопытная девочка, то тебе очень сложно, потому что тебе начинает становиться стыдно за то, что ты вот уже как бы сюда вот как бы тебя затянула, и ты не хочешь где-то маму расстраивать, где-то тебе стыдно с друзьями встретиться, там поделиться, да, потому что, ой, какой ужас, что скажут люди, а куда же я пойду? То есть, а вот не хочу к маме возвращаться, да, там, ну вот эти вот все моменты, и оно подкрепляется поведением некорректным со стороны мужчины, и ты в этом просто погружаешься в это, просто в говно вот так вот тебя втаптывают, и ты в этом живешь, и ты просто не можешь потом из этого выбраться. Это странно звучит для тех, кто это не прошел. Но многие женщины, если они посмотрят сейчас это, то они понимают, о чем я говорю, тем более, что есть еще такие мужчины, они вот как бы, ну, скажем так, издеваются, да, но они не используют никаких методов специфических. У меня бывший муж был военным, он был миротворец ООН, то есть он прошел войну, и вот как потом уже он мне случайно признался, что он использовал метод НЛП на меня, вот, то есть там внушение, вот эти все вещи. И это воздействует на психику, когда ты об этом ничего не знаешь, это подкрепляет, и все, и ты становишься зависимым от человека, ты не можешь вообще представить свою жизнь без него. Как ты решила все прекратить? Ну, я в очередной раз полетела головой об стену. Из кого хватит? Ну, на тот момент уже да, потому что перед этим я таскалась по квартире, ходила в гематомах везде, на ногах, на руках, постоянно он бухал очень жестко. Ну, понимаете, унижение, вот это все, как всегда, как типичная история, но, ну, очень тяжело мне было, психологическое давление было сумасшедшее. А потом, да, потом в тот момент я уже понимала, что, ну, то есть все, то есть это была вот крайняя точка, когда я поняла, что все, я больше не вернусь. И ушла. Убежала. И как дальше самой? Дальше? Или ты к родителям ушла? Нет, я в ту ночь сбежала к родителям, к бабушке на квартиру. Бабушкина квартира вот как раз на Куреневке, где я, ну, скажем так, детство ранее провела. Бабушка тогда была на даче, она на лето всегда уезжает, и у меня были ключи от квартиры. Я туда поехала, ночь у меня болела голова, тошнила и так далее, я поняла, что у меня сотрясение. И только на утро я уже там где-то к часам 12 созрела, чтобы позвонить маме и признаться в том, что случилось. Потом меня мама забрала к себе, вот, ну, мы поехали омертая делать все эти вещи, то есть сотрясение, короче, там, ну, такая история. Как ты дальше продолжила жизнь свою? Дальше я пожелала мамы, ну, я пошла на работу, пожелала маму немножко. Где ты работала на тот момент? Я пошла работать в аудиторскую компанию, вот, ну, там недолго задержалась, потому что, опять-таки, ну, не мое, немножко не мое. А потом я пошла из дома. Из дома? Да, пошла из дома. Куда? Ну, пока я была в первом браке, от меня немножко отвыкли, от моего присутствия дома. И когда я пришла опять, то понятно, что и я старше уже, и родители там обустроились как-то. Вот. И, в общем, начались бытовые ситуации, не очень приятные для меня, когда начались недопонимания очень жесткие, какие-то упреки. Не хочу сейчас это озвучивать, потому что, ну, то есть я бы озвучила, но у каждого свое, на самом это так. Да, да, ну, в общем, суть в том, что просто была очередная бытовая ситуация, которая довела до того, что я была вынуждена уйти для того, чтобы сохранить свое достоинство. На тот момент у меня не было работы, я с нее только-только уволилась и должна была переходить на новую через неделю. То есть я отработала две недели, я ушла с работы, на следующий, там, через день я ухожу, у меня в кармане 200 гривен, зарядку для телефона я взяла, телефон, и, по-моему, больше ничего. Не помню, может, что-то еще и взяла, ну, в общем, такое. Но у меня не было по сути с собой ничего, и я тогда нашла себе квартиру по суточному, я позвонила папе, она сказала, что такое случилось, вот, он мне выслал немножко денег, ну, я же надеялась, что у него будет работа, а мне звонят, говорят, вы знаете, у нас тут еще одно требование появилось, там, программу какую-то назвали, ну, вы же не владеете навыками, я говорю, нет, ну, извините, вы нам не подходите, мы не можем вам предложить вакансию, говорю, так мы же с вами вот общались, там, две недели я отработала, вы же меня ждали, еще там, позавчера мне звонили, ну, да, ну, вот так вот у нас получилось, и я, короче, в полной заднице вообще, я ночевала у, ну, короче, там, стрёмная такая квартира была на Нивках, у женщины какой-то, она сдавала посуточно комнаты, там было такое все ржавое, было очень холодно, и я помню, что на те деньги, которые папа выслал, я вот смогла снять, ну, себе на несколько суток жилье, пошла, купила себе тарелку, вилку, что-то еще я купила, не помню, как-то тряпочку, типа, как для, там, как полотенечко такое, что-то, овсянку, водичку, ну, такое взяла, на следующий день пришла домой забрать вещи, меня все проигнорировали, а потом тоже папа мне очень помог, я переехала снимать, ну, там просто было как бы посуточно, а мне нужно было где-то уже засесть, чтобы, ну, как бы искать работу, и я сняла комнату у хозяев, тоже там на Нивках, недалеко, ну, как бы чужая семья, но там старшая дочь вышла замуж, и ее комната освободилась, и хозяева меня, скажем так, приютили, вот, я арендовала у них комнату, жила там у них такие, они были очень неряшливые, но очень добрые, вот, денег не было, работу искала, хоть и недолго, но эти дни казались вечностью, кушать было нечего, вообще нечего, и они видели, что моя полка в холодильнике пускает всегда, и меня периодически подзывали, типа, Саш, давай там с нами покушай, мы тебя, там, угостим, там, ужин, обед или еще что-то, ну, было приятно очень, но они были из села, и у них своя была атмосфера, то есть они там водили бухать каких-то к себе друзей, привозили мясо, раскладывали по всей кухне, тараканы бегают, ну, то есть горячей воды нету, я там цистит себе подхватила, уколы сама себе делала по ютубу, потому что я в обморок от этих уколов вечно падаю, тут самой еще надо делать, ну, в общем, такая вот история, а потом уже я нашла работу, это сколько прошло, в начале октября, получается, это все случилось, в начале ноября, месяц, вот получается, за этот месяц, вот так это все быстро произошло, в начале ноября я нахожу работу, и буквально работаю там три недели, подхожу к шефу и говорю, что, вот, ну, говорю, как есть, говорю, такая ситуация, вот, живу вот в таких условиях, очень сложно, если можете, дайте мне, пожалуйста, на две зарплаты вперед, потому что я хотела бы снять свое жилье, и человек, ну, пошел навстречу, вот, я у него эти деньги попросила, он мне дал, и я сняла уже однокомнатную квартиру на Радужном, и жила там уже сама, ну, это для меня была вообще капец, какая победа, потому что меня уже никто не трогал, меня никто не дергал, я ни от кого не зависела, я знала, что я вот получила деньги, заплатила, и, ну, жила сама, сложно, конечно, было, но лучше, чем когда тебе не рады дома. А ты когда вот шеф отдал две зарплаты вперед, это что было за работа, с чем связано? Это была обычная офисная работа кадрового отдела производства, я была там офис-менеджер, тирея кадрового отдела производства, то есть, ну, инспектор по кадрам, кстати, там же мы с Сережкой познакомились. В тот же период? Ну, да. Скажи мне, зачем было заканчивать высшее образование, быть тем? Инспектор по кадрам. Чтобы работать во всем, чем только можно. Вот это... И это же еще не конец, и не конец, и не конец. Честно сказать, я не знаю. Ну, я не хотела, честно скажу, я знала, ну, у меня вот реально еще с детства очень классная интуиция, и когда я шла учиться, я понимала, что, блин, это ничего мне не даст. Ну, мы же не всегда зависим только от себя, вот пока мы еще дети, и на тот момент я очень сильно зависела эмоционально, ментально и физически от родителей, поэтому вот я послушала советы мамы и пошла на экономиста, скажем так. Дальше где ты отметилась? Дальше... Ну, дальше мы познакомились там с Сережкой, вот, ну, тоже у нас все как-то очень быстро так началось, и буквально это, получается, вот, ноябрь я пришла работать, в феврале я уже приехала к нему, и, как видишь, уже было годовщина, 20 апреля, так что все классно. Это какой год был? Когда мы поженились или когда мы встретились? Когда вы встретились? 17-й. Конец 17-го. Давай потихонечку переходим к моменту, когда ты, я так понимаю, в любом случае поменяла и эту работу, да. На какую? Ну, эту работу я поменяла на Федерацию по залу Киева прошлой весной, но я изначально, когда пришла на эту работу, у меня Сережка, вот, ну, одно, вот, когда у нас отношения уже там начинались, он мне говорит, поехали со мной на тренировку. А он играет? Да, он играл еще до меня, и я поехала на тренировку сначала, посмотрела. Потом он говорит, у нас на стритфутбол будет игра, поехали, пошли. А что за командование? Олдбойс, они уже не играют, ну, либо играют, я не знаю, Златан Фрэнс они сейчас. А тогда играли? Олдбойс они были. В каком турнире? Стритфутбол, челлендж, да. Вот, и я поехала один раз к ним на игру, и я же поняла, вот, все во мне опять проснулась эта любовь, которая была присыпана землей брака бывшего, я же ничего там не видела, не слышала. И все, я загорелась, на следующий день, вернее, на следующую игру я пришла, и как-то проявила инициативу, говорю, ребят, давайте я, может, как-то соцсети заведу для вас, для вашей команды, что-то, давайте как-то делать что-то. И я помню, как, ну, буквально прошло несколько месяцев, и еще тогда Женя Кучин, у него была своя рубрика, типа, Кучин вещает, как-то так называлось, и помню, как он отзывался о нашей команде, что вот, типа, медитная поддержка вообще у ребят крутая, ну, по сути, команда дворовая, будем откровенны, но мне так это, я так зажглась, но это было мое, как бы, хобби, то есть я вот прям вкладывала в эту душу, да, я это очень любила, а на работу я просто ходила зарабатывать деньги, на инспектора по кадрам. То есть ты пришла в команду поболеть за своего будущего мужа, как оказалось, и тебе настолько все это понравилось, что ты начала какую-то движуху делать, да? Да, да. И вот это опять какую-то тебе любовь к футболу, я так понимаю, вернуло тебе? Да. И вообще футбол? Да. А потом, а потом суп с котом. Так, хорошо, Саша, тогда делай маленький тайм-аут. Тайм-аут, это пару вопросов я тебе задам, буквально сто четыре, ха-ха, шучу, на самые разные темы, чуть-чуть своей книги, что я есть в каждом из вас. Поэтому если мы преклоняемся перед иконой, мы точно так же можем преклониться перед своей фотографией, так как мы часть его. Ну, это я. Хейтеры, здравствуйте. Вот и началась первая тема для обсуждения. Вот. Ну, то есть он здесь и он вот там, везде. То есть он видит, но опять-таки я считаю, что нельзя никогда надеяться на высшие силы. То есть нужно всегда надеяться только на себя. Были какие-то случаи, связанные, когда тебе помогло? Ну, наверное, это больше было такое моральное. То есть вот чтобы я там пожелала какой-то там себе чего-то материального, да, или какого-то события, то нет. Но в плане моральном были моменты, когда, да, я вот прям уже... Вот как раз, кстати, вот классный вопрос. В ту ночь, когда это все случилось у меня с первым мужем, я помню, вот уже он у меня перед выходом, он не понял сначала, что вообще я собралась уходить, потому что я промолчала, он там орет что-то пьяный, а я уже к дверям, а он, а куда ты? А я говорю, все, как бы давай, протрезвеешь, ну, завтра поговорим. И он мне давай душить, и я уже чувствую, а он-то военный, все вот эти точки знает, где куда нажать, все на артерии, вот это все. И я вот, секунда мне остается, я понимаю, что я в таком состоянии, что меня сейчас отключит, и я помню, господи, пожалуйста, я все поняла, и он меня отпускает. Вот тогда, ну, я считаю, что это он мне помог, потому что этого человека, кроме как, наверное, моя молитва и Бог, ничего не могла бы остановить вообще, то есть там без тормозов человек был. Ну, в такие моменты да, но их было мало. На хорошую стезю. Твой лучший отдых, как ты любишь отдыхать? Ой, я очень люблю дорогу, я очень, вообще, мне так вдохновляет именно вот в машине ехать, ну, в идеале машине, можно и на автобусе, вот дорога. А в поезде? И в поезде пойдет вообще, чаечек там такой классный всегда. Ну, в общем, очень люблю дорогу и очень люблю пение птиц на природе. Вот, то есть где есть пение птиц, все замечательно. Подожди, то есть твой выходной ты берешь, Сережа, вы едете слушать, как в парке поют птички? Ну, в идеале, да, у нас рядом лес на Деверзе, и вот мы так делали на карантине, да, мы выезжали, слушали пение птиц, но он, правда, не очень, конечно, долго выдерживает, такой релакс, он более подвижный, но да, мне очень это нравится. Дорога всегда вдохновляла, а пение птичек у меня недавно появилось, ну, с возрастом, знаешь, стареем, какие-то свои моменты появляются. Так попроси, он тебе купит соловья в этом. Так я включаю на телефоне, ну, не то. Не то. Я записываю видео, знаешь, там, потом пересматриваю, ну, не то. Ну, классно, когда в воздух ты тут стоишь, вот там, завтыкал, ну, классно. Хорошо. Твоя лично самая дорогая покупка? О, Боже, у меня их вообще не было, тех дорогих покупок. Ну, у каждого на своё. Дорогая покупка. Что же я себе купила? А это обязательно, что я себе её купила? Себе. Именно себе. Себе. Так, ну это надо подумать, я не была готова к тебе, не просто. Что же я себе купила, дорогая? Подумай. Ну, пускай будет платье. Платье. Да, пускай будет платье. От Гуччи за 120 тысяч. Да нет. Нет? Нет, это просто было платье, которое я покупила себе в бутике в торговом центре. Угу. Но это был не обычный бутик, там, типа, как масс-маркет, там, биржка и так далее. А это было, ну, это то, что я помню. Вот это было платье, типа, оно было по сегменту, там, средний рынок, вот оно было дороже. Я помню, что я это платье так и не надела. Чего? Ну, как-то... Поправилась? Не ходила, нет. Блин. Или похудела? Нет, нет, просто что-то не было, куда его одеть. Потом я его отдала кому-то. Ну, то есть такое. Это компенсация за какую-то эмоцию, я думаю, это была. Ты путешествуешь вообще? Ну, куда-то ездила помимо Киева? Да. И леса, где птички поют. На Деварзе. Почти для всех криминальных районов Киева была. Ну, как тебе сказать? Я путешествовала. Ну, так вот, что я там путешественник, нет, такого нету. И никогда не было. Но я была за границей, я была в Германии, в Дрездене была. Я была в Питере, в России, была в Чехии, в Праге. И была в Турции, загорала. И на Деварзе была, это ещё, в парке. Скажи мне, самое красивое место для тебя, которое ты можешь посоветовать? Вот туда поедете, очень красиво. Ну, то, что я могу посоветовать, я там ещё просто не была. Да, ну вообще Швейцарию я хочу очень. В горы? Да, в горы и вот эти цветущие поля, там такие красивые с цветами. Там такие красивые птички, они так поют. И птички тоже, да. Поступок в жизни, которым ты гордишься? Поступок в жизни, что я стала журналистом. Закончила курсы журналистики, стала журналистом. Это первое. И второе, это то, что я тогда ушла из дома. А поступок, за который тебе стыдно? Нету таких поступков. Нету? Нет. За все твои 18 лет? Вообще. То есть вот с тех пор, как я стала уже полноценной такой, скажем, единицей независимой, да, когда я стала взрослая и когда многое пережила, я поняла, что нету такого в жизни, что я не могла бы себе простить. Потому что когда нам стыдно, это значит, что мы не можем принять в себе какие-то моменты, да, и не можем принять какое-то свое решение внутри себя и жалеем о каком-то поступке. Я себе могу упростить все и принять в себе все. Поэтому, ну, те моменты в моей жизни, которые там доставляли мне боль или которые там гоняли меня в какую-то неприятную ситуацию, они были приняты мной в тот момент. И те решения — это часть меня. Соответственно, как я могу жалеть о том, что сделала я, если это я? Вот так вот. Три главных качества для тебя, которые ты ценишь больше всего в человеке. Ну, первое — это честность обязательно, искренность, честность, преданность и забота. Забота открывает очень много других положительных качеств в человеке. Я понимаю уже, какой ответ ты сейчас дашь мне на вопрос, но тем не менее. Твой идеальный мужчина, кроме Серёжи, кроме… Ну, какого не нужно быть? Когда ты приходишь в любое место мира, и если он там, ты чувствуешь себя как дома. То есть это вот то состояние спокойствия и гармонии, когда тебе всё равно, что происходит вокруг. Когда ты знаешь, что ты можешь просто опереться его плечо, и все проблемы становятся намного меньше. Все вопросы откладываются на завтра, потому что они не имеют такой значимости, как этот момент. Это преданность своему выбору, преданность своим взглядам на отношения, на дружбу. Очень важно, чтобы мужчины были друзья. Вот я всегда, когда, ну, раньше там, да, встречалась с кем-то, я всегда обращала внимание на друзей. То есть если у человека странные друзья… Да, ну, у каждого своё понятие странного, да, но тем не менее. То есть если у человека друзья алкаши, вот, и он там феерит между ними, даже если он не пьёт, то это очень странно, вот, поэтому, ну, то есть тут очень важный тоже круг общения, чтобы у мужчины был, ну, по моему мнению, правильный, субъективно, да, потому что, ну, допустим, у моего мужа, вот все друзья моего мужа, они стали моими друзьями. У меня, в свою очередь, не было вообще друзей, ну, по сути, никогда, потому что я вот… Везде вот там какие-то мелочи, какие-то там, где-то предательство какое-то мелкое, где-то какая-то, вот, знаешь, какашка, вот, её не видно, а потом она вот в нужный момент, она просто бац и высовывается такая. Ну, то есть, понимаешь? И я вот, ну, очень недоверчивая была. Что ещё? Ну, внешность, в принципе, ну, для меня никогда не была важна. То есть у меня не было там каких-то определённых параметров, но это тоже забота опять-таки, то есть это умение ставить интересы другого человека выше. Хотя я за то, чтобы мы все в первую очередь думали о себе, ну, то есть не с ракурса эгоизма, а с ракурса того, что, что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда остаёмся сами у себя. То есть это у меня ещё с того времени осталось, потому что когда я ушла, я была сама у себя, никого не было рядом. Вот со мной была только я. И в такие моменты ты понимаешь ценность себя. И кто бы с тобой рядом не был, как долго бы с тобой рядом не был. человек, там, подруга, друг, родственник, всё равно когда-то случаются моменты, и мы остаёмся сами. И вот этого одиночества нельзя бояться. Вот, поэтому я за то, чтобы думать сначала за себя, да, вот о своём комфорте, тогда ты можешь полноценно позаботиться о другом человеке. Вот, ну, это не поймут все, то, что я сейчас сказала. Тема для обсуждения номер два. Вот, поэтому это забота. У меня вот очень заботливый муж, очень. И принятие. Любовь для меня — это принятие. Поэтому мужчина — это тот, кто принимает тебя такой, какая ты есть полностью. Со всеми твоими вздыхами, тараканами, истериками в ПМС и так далее. То есть, когда человек просто радуется тому, что ты здесь, когда ты даже злая, не знаю, ненакрашенная, больная, носят тебе чай в постель. Ну, то есть, вот такие какие-то, вот так вот.